Комитет госконтроля продолжает мониторинг ценообразования и насыщения торговых полок разнообразным ассортиментом. В целом ситуация на потребительском рынке стабильная. В преддверии Рождества магазины обеспечили поставку необходимых товаров. Однако есть и нарушения. На горячую линию поступило более 300 сообщений. По каждому случаю проводятся проверки. В 2022 БелЖД увеличило в 6,5 раз объем контейнерных перевозок белорусских товаров в Китай. За прошедший год в этом направлении было отправлено 988 поездов. Наибольшим спросом в Поднебесной пользуются молочка, продукция деревообрабатывающих предприятий и удобрения. В этом году особое внимание уделят развитию экспорта в страны Евросоюза. В Могилевской области с 15 января стартует второй этап репетиционного тестирования. Школьники проверят свои знания по биологии, обществовидению, географии, всемирной истории и русскому языку. Зарегистрироваться можно до 9 утра 12 января. Также у всех желающих есть возможность принять участие в РТ в онлайн-формате. Президент Беларуси присудил премии за духовное возрождение. Среди лауреатов директор Духовно-просветительского центра о прихода храма в честь преподобно-мученицы Великой княгини Елисаветы в Бавруйске Василий Баранчук и протеерей Виктор Толох. История христианского объединения началась с 2004-го. За это время здесь появилась воскресная школа, библиотека, театральный кружок Убрус и православные классы. Из-за резкого похолодания в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Средняя температура в течение суток составит от минус 16 по северу до минус 2 по юго-западу. Ночью местами будет до 19 ниже нуля. На дорогах ожидается гололедица. МЧС предупреждает о возможных обрывах линии электропередачи связи. Также возрастает риск ДТП и травматизма.